Коллеги, дорогие, рад вас всех приветствовать. Сегодня поготовим овощи, но видео будет непростое, так как овощи мы будем делать в двух вариантах. Приготовим их здесь, на моей кухне, на сковороде и приготовим овощи на мангале с дымком, с углями, все дела как положено. Как так вышло? Очень просто. Сегодня мы готовим, не я один, да, так сказать, а мы вдвоем с Александром Таюшевым. Это автор, ведущий канала «Алекс дежурный по кухне». И вот я буду готовить здесь, а он будет готовить у себя на мангале. Итак, давайте переместим сейчас и посмотрим, что у него там происходит. А вот и он. Саша, привет! Друзья, всем привет! Дежурный по кухне, Алекс и вы на моем канале. Сегодня вы будете находиться одновременно на двух каналах, потому что сегодня мы будем запекать овощи, необычно, мы будем овощи запекать на мангале и в духовке. Как мы это будем делать, вы сейчас увидите. Сегодня мы с Димой вам это покажем. Дима, как у тебя дела? Ну что ж, со своими зрителями я уже только что поздоровался и сейчас рад приветствовать вас, дорогие подписчики канала «Алекс дежурный по кухне». Сегодня вместе, так сказать, дадим по овощам. Ну что, Саша, у меня все готово. В принципе, я сейчас готов начинать процесс. У меня будет баклажан, у меня будет перец. Все это дело сейчас отжарю на гриле. Начинаем! И да, Саша, маленький нюанс, так сказать, в команде «хочу научиться готовить», произошла замена. Я решил готовить овощи не в духовке, а на сковороде гриль. Мне показалось, так будет интересней. Поскольку у Димы процесс уже идет, мы готовим свою часть. Что мы будем делать? Сейчас мы начнем с того, что подготовим овощи для запекания в фольге. Что мы для этого делаем? Для этого берем лук и картофель и заворачиваем в фольгу. Заворачиваем картофель в фольгу в произвольной форме. Мы заворачиваем вот так. Пока Саша занимается картофелем, я займусь баклажаном, мой любимый овощ. Поскольку, друзья, я буду жарить овощи гриль на сковороде, мне нужны ломтики. И я сейчас все буду нарезать на ломтики. Я сейчас вот так вот обберу вот эту вот часть, чтобы у меня осталось как можно больше продукта. Отрежу. И начну баклажан разрезать на ломтики толщиной 5 мм, не больше. Вот наши заготовки из баклажана есть. Я отправляю их сразу в заранее подготовленную вот сюда вот миску. Потом мы здесь все будем мариновать. Я буду использовать, к слову сказать, овощи. Получается гриль хорошо, если их предварительно подмариновать. В некой масляно-приправной смеси. Я буду использовать свою любимую вот аргентинскую смесь чимичури. Ее состав достаточно хороший такой. Здесь у нас соль, орегано, копченая паприка, базилик, черный перец, чеснок, петрушка, тимьян, чабер и хлопья чили. То есть более чем достаточно для маринования овощей гриль. Для того, чтобы завернуть луковицу, нам просто нужно оторвать и завернуть. И загребаем вот так вот углями. Угли очень хорошие. И пусть картофель и лук запекаются в золе. Пока мы будем готовить все остальное. Точно так же нанизываем картофель. Для этого нам нужен очень острый шампун. Чтобы картофель не сломался. Если этот шампун будет тухой, картофель развалится на две части. Баклажаны мы готовим. Вот так протыкаем. И помидоры точно так же. Протыкаем в серединку. И здесь тоже из серединки он должен выйти шампун. В серединку. И в серединку. Вот так у нас получается. Нанизываем картофель. Делаем легкие надрезы. Заворачиваем фольгу. Ну что ж, а я тем временем готовлю кабачок. Также убираю лишнее с него. Буквально вот так чуть-чуть. И нарезаю его кружками. Тоже не больше пяти миллиметров. Вот они сочные, спелые, красивые ребята. Пошли в миску. И друзья, коллеги, перчик я вот взял красный. Я стараюсь всегда, если я знаю, что мне надо делать овощи гриль, я стараюсь брать перец, у которого есть грани ровные. Знаете, они бывают такие вот, прям вот все вот такие вот угловатые. А ему же лежать на сковороде, это и так не кабачок. А еще тут это, если грани не ровные. Поэтому я вот буду грани ровные срезать. Площадь поверхности будет больше. Вот я отрезал вот так, получается, да, такая ровненькая. Вот я вижу вот здесь еще одну. Вот эти вещи можно пускать либо на салат, либо резать вот такие вот маленькие штуки и точно так же их запекать. Друзья, у меня готовы овощи, и чтобы овощи гриль получались вкусными, обязательно должна быть мариновка. Процесс простой, но он обязательный. Давайте я покажу. Я сейчас немножечко их вот так вот разровняю. И посолю. Посолю с таким пониманием, что у меня в смеси, в приправной, есть соль. Поэтому вот я много соли давать не буду сейчас сюда. Вот. Я даю вот эту приправную смесь чимичури. Это, конечно же, может быть любое сочетание, которое вам нравится. Например, хорошо пойдет тимьян с солью, с базиликом. Тимьян, базилик, черный перец. Отлично подходит. Ну вот я как-то... Вот мне в последнее время очень нравится эта смесь. Она очень ароматная. Здесь есть соль, здесь есть смесь. Чтобы это отлично заработало все, и овощи хорошо прожаривались, я буду лить масло не на сковороду, а в овощи. Вот сюда. И вот теперь как раз мне пригодится моя вот эта вот перчатка. Она поможет мне... Ну, то есть можно и без перчатки. Я просто не хочу мыть руки, я ленюсь. И вот так вот я их все напитываю, каждый кусочек. Потому что здесь приправ достаточно большое количество, но они еще пока не распределены по овощам. И вот я как раз этим занимаюсь. После того, как я это сделаю, я дам овощам отдохнуть. Вот так вот напитаться этим всем. Вот, поскольку этим овощам надо будет минут 20 постоять, как раз это самое время, например, если вы на природе, если вот вы не как я, а у вас есть мангал, да, то вот можно смело замаринать овощи, оставить их, пока пойти заняться углями. Почему? Потому что такие овощи можно совершенно смело жарить на решетке. У вас есть мангал, это будет вообще суперический. Я тогда ему буду давать специально, специальным устройством. А если есть мангал, то прям бегом к мангалу вот с этим вот. Каждый кусочек, видите, в приправе каждый кусочек уже обмаслен, он сейчас пропитывается, он сейчас набирает соль. Это уже хочется съесть, потому что это очень ароматно. И вот так оставляю на 20 минут. Давайте посмотрим, что там у Саши. Ну, предварительно солим. Обильно солим. И отправляем на мангал. У меня все идет по плану. Дима, как у тебя дела? Рассказывай. Отлично, Саша, у меня все готово. И я начинаю жарить овощи. Так, коллеги, сковорода у меня нагрета. Я сейчас делаю вот так. Даю совсем немножко масла посерединке. И разравниваю его кисточкой. Я в процессе жарки, обжарки, да, может быть, сделаю так еще один раз, не больше. Слишком сильные угли нам не нужны. Поэтому мы делаем слабенькие угли и укладываем баклажанчики и помидорчики. Также жарим на слабых углях, чтобы не подгорало. Так, друзья, прошло несколько минут. Мы сейчас будем проверять, как вам такой вариант. Я думаю, что нормально. Я буду переворачивать на другую сторону. Эти полежат, пока я начну выкладывать сейчас кабачки. Овощи нам нужно приготовить так, чтобы они не пережарились, не перетушились, не обвалились шампура. Поэтому смотреть нужно за тем, чтобы вовремя перевернуть, поправить, подвинуть, изменить количество углей. Чтобы не сгорело и чтобы пропеклось. Эх, завидую, блин. На природе у мангала дымок идет. Но ничего, я хоть и в квартире, но тоже дам дыму. Итак, наши помидорчики готовы. Оп, чуть не упало. И баклажанчик наш готов. Вот эта картошечка с этого боку еще поджарится и тоже готова. Но это еще жарится, дожарится. Очищаем кожуру. От помидор. А это картофель, который мы запекали в золе. Вот такой картофель. Как в костре в детстве. И даже с золой. Вот что получилось у нас с картофелем с солью. Для салата незаменимая вещь. Он пустил сок, потому что мы немножко сделали надрезы. Так, возвращаемся к овощам. Отлично. Масло не подкладываю. Так, у меня практически финишная прямая. Дожаривается перчик последний. Вон они, овощи лежат. Я сейчас вот посмотрю, как он. Так, этот снимаю. И, конечно же, друзья, для подачи. Очень классно. Это кинза. Мелко нарубленная. Сейчас у меня будет зелень кинзы. И еще хорошо бы чесночка дать. Вместе с ней чесночка перерубить. И туда, в овощи. Мы берем ту мякоть, которая у нас без семечек. И помещаем ее в емкость. Готовим свежий молотый перец. Таким вот образом. Запечу. Добавляем перчик. И добавляем уксус. И соль. По вкусу. Добавляем кинзу и петрушку. По вкусу. И лук. Я вижу, друзья, что Саша там готовит вкусные соусы. А я решил подавать свои овощи с мини-моцареллой, базиликом и оливковым маслом. Сейчас покажу. Специально для этого дела приобрел. У меня пакетик мини-моцареллы. Я сейчас просто солью сок с него в раковину. Мне он совершенно ни к чему. Чтобы он лучше выходил, я еще вот здесь надрежу. И теперь, чтобы не попортить моцареллу, разрезаю вот таким вот образом. И все это дело пересыпаю сюда. Вот. Пока что это подготовительный этап. Я отдаю на нее оливковое масло. Оно даст нам дополнительный вкус. И главное, оно будет держать на себе базилик. Смотрите-ка. Ну, то есть, базилик будет оставаться на моцарелле. Я делаю так. И делаю вот так. Добавляем немножко сахара. Немножко соли. Немножко перца. Это все делается по вкусу. И добавляем винный, виноградный уксус. Чуть-чуть. Вот столичка будет достаточно. Ну что ж, друзья, коллеги, у меня овощи готовы. В принципе, все готово. Подача готова. Но мне не хочется отставать от Саши по аромату. Поэтому сейчас будем дымить и уже подавать. Это весьма-весьма нехитрая операция. Но позволяет в домашних условиях получить аромат дыма. Я сейчас закрою емкость пленкой. Так, без натяга. Вот здесь, конечно же, затяну края. И с одной стороны сделаю небольшое отверстие. Оно мне сейчас понадобится. Я беру генератор дыма. Буду сегодня использовать опилки от персика. И запущу генератор. Вон он, как видите, дым пошел очень хорошо. Где-то здесь я что-то не закрыл. Ну, собственно, не важно. Есть вытяжка. Вот, буквально мне хватит немножко работы. Вот этого вполне достаточно. И подожду вот так, подержу секунд 40, минутку. Овощи за это время хорошенечко дымом пропитаются. У нас готов картофель, запеченный в трех вариантах. Картофель, запеченный на шампурах. Картофель, запеченный в фольге. И картофель, запеченный с разрезами. Тоже в фольге. А который, как картофель запекали в углях, мы уже доели то, что не сгорело. И у нас готов соус. Это помидоры и это баклажаны. Вот этот соус из помидор, его можно подавать с пельменями, с мясом, с любым блюдом, которое нравится. Потому что вкус очень приятный. А вот это соус итальянский. По рецепту шеф-ковара. Который лично передал этот рецепт. Настоящий итальянский шеф-повар. Это его рецепт. Ну что ж, друзья, у Саши, по-моему, получается все замечательно. И у меня теперь тоже наступает время подачи. Все готово. Осталось только красиво выложить на тарелку. Просто моя задача положить всех овощей, так сказать, по нескольку штук. И перчик красный дать. Теперь у нас пойдут с базиликом шарики. Вот сюда я их планировал давать. Человек будет брать овощи. Брать шарик себе. Ну и коллеги, конечно же, вот так вот кинза. И чесночок еще хорошо сюда. Саша, ну что, я думаю, у нас все получилось? Согласен. Считаю, что овощи у нас удались. Отлично. Ну что ж, тогда пожелаем нашим дорогим подписчикам приятного аппетита. И крепкого здоровья. До новых встреч. Всего доброго. Пока, друзья. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова